18 сентября 2020 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Первый день карантина в Израиле. Сегодня в 2 часа дня нас закрывают до 11 октября. Из дома можно выходить только на 500 метров, только в супермаркет. Закрыто абсолютно всё, никто не работает, школы не работают, естественно. Храмы закрыты по-прежнему, кроме двух-трёх, которые были открыты. Сейчас не знаю, что будет. Театры давно закрыты, так и не открывались. В общем, весело. Народ говорит, что этот карантин так быстро не закончится. Народ говорит, что 11 октября нас не откроют, а продлят с более усиленными жёсткими мерами. Связано это с тем, что наше правительство регулярно заявляет, что оно не справляется, что ситуация ужасная, что народ себя ведёт очень плохо, поскольку ходит, гуляет, социальную дистанцию не соблюдает и т.д. Кроме того, сегодня в Израиле начинается еврейский Новый год. Кому интересна эта тема, наверху экрана вы сейчас видите ссылочку на выпуск моего блога «Анна рассказывает». Этот блог выходил год назад. Это был как бы предшественник нынешнего блога «Святая земля сегодня», который вы смотрите сейчас. И там я делала уже выпуск в прошлом году, в прошлом сентябре, о еврейском Новом годе. Так что, кому интересна связь с Ветхим Заветом, традиции этого праздника, как празднуют его сегодня в Израиле, вы можете посмотреть тот выпуск. Мы же с вами сегодня продолжаем изучать историю Святой Земли. Мы с вами уже говорили о периоде крестоносцев и об итальянцах-францисканцах. Мы с вами говорили об османском периоде. Сегодня продвигаемся дальше и будем говорить с вами об английском периоде. И, конечно, для разговора об Англии нам понадобится человек оттуда, поэтому во второй половине выпуска на связь с нами выйдет Влад Парк, экскурсовод из Лондона, автор замечательных видеоэкскурсий на сайте клуба видеопутешествий «Топус». Многие из вас уже поклонники Влада, его постоянные зрители. Я очень этому рада. И вот мы с вами зададим ему несколько интересных вопросов об Англии. Но это будет во второй половине нашего выпуска. А я же начну рассказывать вам сегодня о том периоде, когда Святой Землей правила английская корона. Прежде чем я начну рассказывать вам о периоде подмандатной Палестины, мне хочется рассказать вам о связи английского народа со Святой Землей. И начать я хочу с вопроса. Как вам кажется, какой гимн является в Англии поистине народным и самым-самым популярным? Наверное, кто-то скажет, что государственный гимн, скорее всего, «Боже, храни короля» или «Боже, храни королеву». Однако это не так. С самым популярным гимном, который звучит на всех официальных государственных церемониях, особенно когда это королевские церемонии, связанные с королевским домом, все официальные торжественные мероприятия заканчиваются обычно исполнением этого гимна. Этот гимн называется «Иерусалим». Автор текста – великий английский поэт Уильям Блейк. На музыку это стихотворение было положено в 1916 году. Хуберт Перри написал музыку, а оркестровку сделал знаменитый английский композитор Эльгар. И вот именно этот гимн в сердцах народа нашел наибольший отклик. Даже больше, чем «God save the queen». Мы поговорим сегодня с вами о любви к монархии, о королевской семье, уже с Владом Парком. А пока я хочу прочитать вам это стихотворение. Есть замечательный совершенно перевод на русский язык, который сделал Самуил Маршак. На этот горный склон крутой ступала ль ангела нога, И знал ли, агнец наш святой, зеленый Англия луга? Светил ли сквозь туман и дым на млек Господний свышены? И был ли здесь Иерусалим меж темных мельниц сатаны? Где верный меч, копье и щит? Где стрелы молний для меня? Пусть туча грозная примчит мне колесницу из огня. В борьбе мой дух несокрушим. Незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной. Иерусалим, святая земля – это место, где обитает Христос, место, где живет Бог. Желание превратить свою страну в Иерусалим, желание сделать свою землю достойной пребывания в ней Христа, понятно любому христианину. Мы с вами тоже говорим «Святая Русь», «Русь под покровом Богородицы», мы говорим с вами «Москва, Третий Рим». У нас тоже есть Новый Иерусалим, построенный патриархом Никоном. Все это очень понятно и очень здорово выражено вот в этом стихотворении Уильяма Блейка. Музыка была написана в годы Первой мировой войны, когда Англия была истощена. Первая мировая война до сих пор помнится практически любой английской семье. Нет ни одного дома, где не было бы погибших или раненых, или воевавших в Первую мировую войну. И вот когда создали музыку, Эльгар создал великолепную совершенно оркестровку, и впервые исполнили это произведение, присутствовал, естественно, король Англии тогдашней, Георг VI, отец королевы Елизаветы. И он произнес, вот это должно стать государственным гимном Великобритании, а не Боже, храни короля. Конечно, никто не стал менять государственный гимн, но, по сути дела, именно вот это произведение является самой популярной, самой любимой патриотической народной песней. И, как мы видим, связь своего народа с Иерусалимом таким образом закреплена уже теперь на веки веков, благодаря вот этому замечательному произведению. Но существовала эта связь, естественно, и гораздо-гораздо раньше, чем период Первой мировой войны или XIX век, когда стихи были написаны. Христианство в Англию пришло еще во II веке. Такие святые, как святой Айден, святой Патрик, святой Коламбо, которые проповедовали в Англии во II, III, IV веке, строили монастыри, создавали школы, очень много женщин тоже, подвижниц. Это целый огромный пласт истории, в общем-то, малоизвестный обычно нашим русским православным. Поэтому изучайте, читайте «Сон британских святых», уже теперь есть в интернете на русском языке информация, это очень интересно. Так вот, вот это самоощущение себя как христианской нации, вернее, как нации, имеющей определенную духовную миссию, роднит английский народ не только с русским, но и с еврейским народом, потому что еврейский народ точно так же имел свою миссию от Бога, был избран для того, чтобы родился Христос. А здесь избранничество для того, чтобы нести христианство всем нациям. И вот это желание принести культуру и христианство всем иногда превращалось в некие такие уродливые формы колониализма, империализма британского, который мы все осуждаем. Хотя на самом деле, если говорить о британских колониях, здесь можно очень разные точки зрения найти и озвучить. Да, не будем сейчас увлекаться этим, скажем только, что бесспорно англичане имеют огромную связь с Иерусалимом, со святой землей еще самых древних времен. Англичане приходили сюда паломниками, англичане, шотландцы, ирландцы, естественно, да, имею в виду всех живущих там. И вообще Иерусалим был некой душой вот этого туманного Альбиона. Альбион – это древнее название. Англии принятое римлянами. И вот для английского эпоса Альбион – это живое существо, и душа его – это святая земля, это Иерусалим. Вот так интересно. И, конечно же, если говорить о попытках христианских царств владеть Иерусалимом, то самые знаменитые – это были крестовые походы, в которых участвовали и англичане, естественно. И дальше – это небольшой период подмандатной Палестины, когда английская корона, наконец-то, ненадолго всего на, получается, 30 с небольшим лет, владела святой землёй. Надо сказать, что благодарность местных жителей за освобождение от турецкого ига была очень большой. Мы говорили с вами в прошлой передаче о замечательном султане Сулеймане, который по сравнению с другими турецкими правителями действительно был и хорошим политиком, и милостивным султаном, действительно не притеснявшим церковь. Но нельзя этого сказать о других султанах. Поэтому, конечно, и с религиозной, и с политической точки зрения правление Османской империи было игом, бременем. Да ещё и добавила Первая мировая война, когда турки по-настоящему мстили христианам за участие в этой войне, мстили и русским, и англичанам, и всем, кто здесь были. И англичане вели здесь очень-очень жестокие бои с турками. У нас есть английское кладбище, кладбище британских солдат на горе Скопус. Мы очень любим посещать это место с детьми. Оно необыкновенно благодатное, оно располагает к молитве, и очень трогательно читать эпитафии, надписи на могилах погибших здесь английских солдат, совсем юных, кому-то 19 лет, кому-то 20. И эпитафии все говорят о любви родных к этим солдатам и об их бесконечной любви к Святой Земле. То есть о счастье положить в свою жизнь за гроб Господень, за Иерусалим, за освобождение Иерусалима от ига турецкого, мусульманского. И вот это удивительно. Это ведь совсем недавно, это вот 18-19 год, какие-то 100 лет назад. Могилы все очень-очень ухоженные, до сих пор приезжают родственники, которые знают, что здесь покоится дедушка или прадедушка. Несколько раз приходилось видеть, когда туризм был открыт у нас. И вот как можно кратко характеризовать этот период подмандатной Палестины, когда английская корона, генерал Алленби, вступил в Иерусалим, в Явские ворота, начался новый период в жизни многострадальной святой земли, менявшей хозяев всё время за последние 2000 лет. Культура, культура, цивилизация во всём смысле этого слова просто пришла наконец-то сюда. И вот англичане стали строить красивые улицы, красивые дома, школы, больницы. Естественно, что наша арабская аристократия, христианская, они тут же переняли английскую культуру, они знали её раньше от поездок, от путешествий, но тут наконец-то всё это можно было завести у себя дома. Появились концерты, музыка, рестораны, где была музыка по вечерам и так далее. То есть Палестина стала такой, какой её хочет видеть и сегодня любой культурный человек. Итак, какие же были интересы у Великобритании здесь, на Ближнем Востоке? Ну, прежде всего, Палестина имеет центральное положение в Ближневосточном регионе. И поэтому, конечно, владеть таким центральным местом, у которого есть ещё и выход к морю, а на юге к Илладскому заливу в Красное море выход, конечно, это очень-очень здорово и интересно с точки зрения и коммерции, и торговли, и политики. Но мы с вами сегодня больше о духовных вещах, поэтому скажем о духовном интересе, который был у Великобритании здесь, кроме имперского. Дело всё в том, что среди английских христиан есть как бы два направления. Есть такое понятие, как христианский сионизм. Это убеждение определённых слоёв, скажем так, протестантского общества в том, что евреи должны быть собраны на своей исторической родине. Это исполнение библейских пророчеств, и это ускорит второе пришествие Господа Иисуса Христа. Именно поэтому англичане приветствовали и разрешали переселение евреев из Европы в Палестину в 30-е годы, когда те бежали от фашистов. С другой же стороны, второе направление – это направление таких, знаете ли, страстных любителей ислама и Востока. Вы, наверное, читали, слышали, может быть, смотрели фильм про Лоуренса Аравийского, знаменитый английский офицер, который объединил арабские племена, и стремился он к тому, чтобы были созданы арабские независимые государства, чтобы арабские племена объединились и создали государство из себя. И он был их предводителем, он был королём арабских племён, хотя он был англичанином, самым настоящим, но он абсолютно принял их язык, их культуру. Кстати, таким же человеком была Гертруда Белл, которая женщина была, востоковед, первый, наверное, в мире, она путешествовала через всю Аравийскую пустыню, знала и дружила с Лоренсом Аравийским, и тот, и другая были не женатые, не замужем, всю свою жизнь посвятили Востоку и арабам. Невероятная любовь, вот она ещё переводами занималась, Гертруда Белл, естественно, разведка их обоих использовала, но это уже другая тема, и из их дела ничего не получилось, потому что в конечном итоге арабы не справились с созданием собственного государства, но, тем не менее, уже Европа создала после Первой мировой войны, уже искусственно, как бы, да, под европейской диктатурой были созданы эти отдельные государства, но не независимые, как этого хотел Лоренс. Это Ливан, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, да, то есть Ближний Восток после Первой мировой войны оказался разделённым. Иордания стала королевством, у Сирии был военный мандат и у Ливана Франции, а Британия получает, соответственно, Палестину. Так вот, вот эти два направления, скажем так, как видите, и то, и другое имеют большой интерес здесь. Так вот, именно из-за этой такой раздвоенности политики, я думаю, что и произошёл всё-таки крах британского правления здесь, потому что они, с одной стороны, дружили очень сильно с местными арабами и христианами, и мусульманами, с другой стороны, они приветствовали евреев. В командовании были сторонники и той, и той идеологии. А в декларации Бальфура, которая начинает, собственно, ею начинается британское правление здесь, военный мандат, после того, как англичане победили здесь турок у нас, в декларации лорда Бальфура говорится, Британия смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа. При этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин Палестины. Да, то есть попытка при помощи английской культуры, английской демократии, английского империализма примирить евреев с арабами не получилось, к сожалению. И вот в 1947 году англичане, признав, что они не справляются с этим регионом и с тем арабо-еврейским конфликтом, который здесь возник, вынуждены были уйти, покинуть Палестину, образовалось государство Израиль. Но вы уже поняли, что я большой англофил и англоман, но это, естественно, всё-таки я замужем за человеком, для которого английская культура родная, соответственно, наверное, по-другому не может быть. И вот на связи у нас с вами русский англичанин, житель Лондона Влад Парк, ваш уже любимый экскурсовод по Лондону. Здравствуйте. Влад живёт в Лондоне 26 лет, и очень хочется поговорить с Владом об Англии и англичанах. Я знаю, что вы довольно глубоко проникли в английскую культуру, из общения с вами я это уже поняла, и мы это видим из ваших экскурсий. Поэтому хочется вот именно начать с монархии. Англию невозможно представить себе без монархии. Это единственная страна в мире, где есть настоящая, самая настоящая королева, являющаяся ещё и главой англиканской церкви. Кто из вас смотрел всякие фильмы о королеве, знает, что даже её день начинается с литургии, с мессы, с молитвы ежедневно. Так вот, как живётся, Влад, русскому человеку в стране, где есть королева, и как относятся к королеве сегодняшние англичане? Русскому человеку, да и как любому другому человеку, в меру неленивому, в меру порядочному, в стране, где есть королева, живётся, как у Христа за пазухой. Могу подтвердить это на собственном примере. Ну, у всех стран были монархи и королевские семьи, по крайней мере, в западном мире. Многие от них отделались, считая себя самыми умными. Как считают англичане, на самом деле умные страны оставили свои монархи со всей их пышностью, атрибутами, церемониями. Таким образом, монархия, по крайней мере, в Великобритании, продолжает играть роль силы, которая консолидирует нацию, особенно в трудные времена. Вот, например, отец сегодняшней Елизаветы II, Георг VI. Он же был символом единения наций во время Второй мировой войны. Да, собственная Елизавета, в то время молодая принцесса, тоже от него не отставала. Елизавета II, по недавнему опросу общественного мнения, является самой популярной женщиной в стране. При том, что она на троне находится 68 лет. Представляете, любой политик от зависти умирает, просто нервно курит в стороне. 68 лет у власти. Но есть ли у нее власть? Вот другой вопрос. Монархия у нас конституционная. Это значит, что вся власть принадлежит народу. Хотя визуально создается совершенно противоположное впечатление, благодаря пышным мантиям, коронам, жезлам и другим церемониям. Но секрет в том, что, например, когда королева выступает в Палате Лордов на открытии-закрытии парламентского сезона, во всех своих торжественных нарядах, она говорит от имени народа. И все ее мантии, жезлы и короны демонстрируют ее представительство от имени народа. Вот в этом секрет. Есть, конечно, и те, которые королеву, мягко сказать, не любят. Но этих абсолютное подавляющее большинство мы назовем диссиденты. Диссиденты и отщепенцы. Они в первую очередь начинают считать деньги. Дело в том, что на самом деле парламент ежегодно выделяет большую сумму на содержание жилой королевской недвижимости. Так называется статья. Последний раз в 2018-2019 году особо большую выделили сумму, но это на несколько лет вперед. 82 миллиона фунтов с лишним. В том числе и на ремонт Бакингемского дворца. Многолетняя программа. Какая огромная сумма, кричат противники. А сторонники, защитники монархии говорят, да, для простого смертного невероятные деньги. Но если посмотреть с другой стороны, всего лишь по фунт 24 с человека, если поделить на всех жителей страны. Ну что, жалко что ли, зато красота какая. Какие же они нахлебники, даже если им дали эти деньги, если благодаря тому, что их дворцы, ну дворцы, в которых они живут, пускай они принадлежат нации, пускай они принадлежат народу, но они все равно ассоциируются с королевской семьей. Если бы не было королевской семьи, то посетителей дворцов было бы наверняка в разы меньше. Так вот, их дворцы, такие как Виндзорский замок, Бакингемский дворец, Холлируд дворец, посещают в течение года около трех миллионов человек. И само существование королевской семьи приносит страну, туристической индустрии, около 550-600 миллионов фунтов в год. Ну какие же они нахлебники? А страна у нас постиндустриальная, экономики как таковой осталось очень мало, я имею в виду производственной. Ничего не дымит, не пыхтит, абсолютно стерильная экология, нет худа без добра, но тем не менее живем мы исключительно на услугах. Юридические услуги, финансовые услуги, туристические услуги, образовательные услуги. Поэтому туризм для нас чрезвычайно важен. И спасибо Ее Величеству и Ее семье за то, что туристы едут на нее смотреть. Все другие члены королевской семьи также пользуются, ну может быть не меньшей популярностью, но по крайней мере известностью. Мы их знаем в лицо, мы их знаем по именам, кого-то мы любим, кого-то мы не любим, это у каждого личное. Очень часто они появляются в газетах. Есть подозрение, что такая интенсивность освещения жизни, каких-то совершенно тривиальных моментов в жизни королевской семьи в прессе, это попытка отвлечь нас от каких-то, на самом деле, насущных проблем. Вот сейчас в России отвлекают всех истории о Михаиле Ефремове. У нас всех постоянно отвлекают историями о королевской семье. Но не сказать, что это неинтересно. Есть определенная группа населения, которая вообще кроме королевских новостей ничего не читает. Есть огромная группа фанатов, которые следуют за жизнью принца Вильяма и Кейт Мейдлтон, которые следуют за жизнью принца Гарри и Меган Маркл. Это, можно сказать, как хобби. Это то, чему посвящена жизнь. Ну вот, Влад, а еще немножко об английских традициях. Все-таки английские традиции все знают из фильмов, книг. Насколько сегодня действительно англичане ведут традиционный образ жизни? И есть ли что-то, к чему вам, как русскому человеку, в свое время пришлось привыкать? Английские традиции также непотопляемые, как и английская монархия. Но есть большое но. Общество очень сословное. Мы можем выделить три основных сословия. Высший класс, средний класс, рабочий класс. Между ними есть подсословия, различные серые зоны. У каждого сословия свои традиции. Часто они не пересекаются. Общая для всех традиция, для всех сословий. Допустим, если туристы наверняка обращают на это внимание, часто жалуются, что во многих отелях до сих пор осталось два крана. Отдельно для холодной и горячей воды. На вопрос, зачем же это так, в наш-то просвещенный век, получаешь удивленный взгляд, мол, зачем ерунду всякую спрашивать. Так было всегда, а по-другому не может быть никогда. Поэтому, чтобы пользоваться такими кранами, нужно быть готовым или контрастные ванны принимать, или заткнуть пробочку и смешивать воду необходимой температуры в раковине. Это то, что касается общих традиций. Ну, у высшего класса, вот мне нравится очень традиция, те, кто считают себя высшим классом, уверены, что английский обеденный стол никогда не накрывается скатертью, потому что он должен быть покрыт не скатертью, а шрамами, как лицо колониального полковника. Но это все бытовые мелочи, с которыми можно совершенно жить, существовать, не обращать на них внимания. Самыми главными традициями, я считаю, являются морально-этические традиции. Допустим, самое главное, это обостренное чувство справедливости, чувство уважения к собеседнику. Вот англичане пользуются славой, наверное, вы так считаете, холодных, равнодушных, можно сказать, даже отмороженных людей, несмотря на то, что это очень гостеприимные и доброжелательные люди, поверьте моему личному опыту. Такого гостеприимства, как здесь, я не встречал нигде. Попал я сюда, когда мне было 30 лет. До 30 лет у меня не случилось никаких в наших Россиях и Украинах встречать такого гостеприимства, как здесь, в Англии. Так вот, они кажутся такими равнодушными и спокойными, потому что изо всех сил стараются не лезть вам в лицо и не нарушать ваше личное пространство, не вторгаться в это личное пространство и таким образом выразить вам неуважение. вас уважают автоматически, даже не зная вас и видя вас первый раз в жизни. Вот в этом секрет английской холодности. Или, как я уже упоминал, обостренное чувство справедливости, ну, например, как в бытовой жизни это выражается, в магазине. Вы стоите в очереди. И, это очень редко бывает, но бывает, кто-то пытается проскочить без очереди. Обычно это кто-то из тех, кто понаехали, кто не знаком с английскими традициями. 99,9% шанса, что продавец или продавщица укажут этому товарищу на то место, откуда очередь начинается и откажутся его обслуживать. Очередь при этом будет стоять, молчать, думать про себя всякие эпитеты, но, как правило, никто слова не скажет. Вероятно, боясь нарушить личное пространство нарушителя и оказать ему неуважение. Еще одна очень интересная особенность. До сих пор нередко верят на слово джентльмен. Хотя этого становится все меньше и меньше благодаря, наверное, нашим бывшим соотечественникам и другим из тех, кто понаехали. Но до сих пор я, допустим, как водитель не обязан с собой возить никакие абсолютно документы ни на машину, ни права, ни страховки, никакие другие документы, связанные с транспортным средством. Если меня вдруг захочет остановить полицейский, он меня в устной форме опрашивает, как зовут, где живешь. Пытается проверить, конечно, мои показания со своим компьютером, который сейчас у всех полицейских на борту находится. Но если это не получается, отпускает и предлагает в течение двухнедельного срока явиться в ближайшее полицейское управление и представить все необходимые документы. Процесс адаптации к подобным порядкам, вообще к жизни в Британии проходит у всех по-разному. Это все исключительно индивидуально. Кого-то гложет ностальгия, и люди в конце концов возвращаются на родину историческую, кто-то остается здесь и довольно-таки себя неплохо чувствуют. Мой процесс адаптации происходил, я считаю, плавно. Это было, правда, давно, больше 25 лет назад у меня это началось, поэтому многие, наверное, любопытные моменты стерлись из памяти, к сожалению, не вел дневники. Если бы вел, мог бы сейчас совершенно себя замечательно чувствовать, даже несмотря на пандемию, и жить на доходы от мемуаров. Хочется поговорить теперь немножко о вашей работе. Я знаю, что до пандемии вы были очень востребованным экскурсоводом, известным в Англии, в Лондоне и Уэльсе, много работали с разными туристами и на английском языке, с англоязычными семьями, и с туристами русскоговорящими. Вот что отличает нашего русского туриста, как бы вы могли их охарактеризовать, и вообще расскажите немного о том, как воспринимают Англию русскоговорящие путешественники. Русских туристов я начинаю узнавать еще в аэропорту, даже несмотря на маски. Выдают глаза звукомысленные, вдохновленные, пытливые, в поисках новых знаний и приятные. То есть я себе последнюю фразу прямо прописала. Мы работаем с русскоязычными со всего мира. У меня часто бывают люди из Америки, из Канады, из Австралии, из Израиля, из Испании. Русскоязычные, бывшие наши соотечественники. Со всеми я как-то пытаюсь находить общий язык и смею думать, что у меня это получается. Вы знаете, как-то в процессе предварительных переговоров о составлении программы я в том, что я не работаю с большими автобусами по 50-70 человек, у меня исключительно персональные группы от 1 до 6-7 человек. Поэтому такое камерное общение позволяет, начиная с первоначальных обсуждений, как-то познакомиться друг с другом дистанционно. Когда люди приезжают, мы так укрепляем наше знакомство в результате нашего очень плотного и камерного общения в течение обычно нескольких дней, потому что даже Лондон в один день не помещается. И в результате у нас складываются очень доброжелательные рабочие отношения, которые иногда перерастают в какие-то более долгие отношения, ну по крайней мере в плане переписки. На свадьбы или дни рождения я никому еще не ездил и никого к себе не предложал из моих клиентов, но переписываемся мы со многими из них. Вот допустим недавно была группа из профессоров истории из России. 7 человек, 7 профессоров истории. Мы с ними совершенно замечательно порешали все исторические английские и королевские проблемы, расстались абсолютно на можно сказать ну если не родственные то дружеской волне и я им очень благодарен за то, что они меня просветили во многом. Если они не врут, они благодарны, что я их во многом просветил. Как относятся здесь к русским вообще, если не говорить о русских туристах? Да никак не относятся. У нас здесь так мало, что на нас никто не обращает внимания, потому что мы одна из самых маленьких национальных диаспор в Великобритании. По переписи 2011 года самой большой национальной диаспоры, согласно тому, какой язык используется на втором месте после английского, у нас оказались поляки, не какие-то африканцы, не азиаты, а поляки. Вот их сюда еще как понаехало в 2004 году, они у нас сейчас самые многочисленные. На нас не обращают вообще никакого внимания. Мы никому на больные мозоли не наступали, иногда вспоминают, что есть такие русские, когда какие-то международные скандалы происходят, типа Скрипалей или еще чего-то подобного, но это очень быстро проходит, можно сказать, раз в одну минуту, один-два-три дня, все, про нас снова забыли, что мы такие существуем. Страна, в общем-то, это большой Вавилон, страна Лондон в первую очередь, все национальности здесь перемешаны в огромном котле, никто, ни у кого не спрашивает какое-то этническое происхождение, это здесь неприлично, непринято, можно не просто непринято, это запрещено, если вы пытаетесь где-то в анкете, если вы принимаете на работу, допустим, задать вопрос, какого цвета ваш будущий работник, извините, это расовая дискриминация и вам за это очень больно достанется и уже давно к этому все привыкли, все знают, что это нехорошо и этого никто не спрашивает. Или, допустим, студенты к нам приезжают, наши, многие пытаются выяснить, какой этнической принадлежности происхождения будущий, допустим, хозяин квартиры, в которой он будет снимать комнату, это тоже нет никакого шанса выяснить абсолютно никакого шанса, если задашь такой вопрос, то будешь виноват на всю оставшуюся жизнь, если это достигнет какого-то юридического уровня, разборок. Поэтому приезжайте к нам смотреть на эту великолепную, ни на что не похожую, единственную в своем роде страну, единственную в своем роде город Лондон, огромный пласт истории, как минимум толщиной 2000 лет, огромная доброжелательная обстановка, как я уже говорил, такого гостеприимства, как здесь, я не видел вообще нигде, никогда не встречал, и до того, как сюда приехал, и после того, как сюда приехал, немножко попутешествуя по миру, по Европе. Добро пожаловать в Великую Британию, добро пожаловать в город Лондон. С радостью, как только это будет возможно. Благодарим вас, Влад, что нашли время пообщаться с нами. Всех благ, до свидания. Я хочу пригласить всех наших зрителей посмотреть экскурсии Влада Парка на сайте клуба видеопутешествий ТОПУС. Вы не пожалеете, это очень интересно, остроумно, живо, всегда наполнено очень историческими сведениями, которые Влад умеет мастерски подавать. Я даже в своем курсе по подготовке видеогидов использую фрагменты из экскурсии Влада, чтобы показать зрителям, вернее, ученикам, как нужно работать с текстом, как нужно правильно подавать историю так, чтобы слушатель запомнил ее на всю жизнь. Ну вот, мои дорогие, сейчас вы видите ссылочку на клуб видеопутешествий ТОПУС, поддержите нашего гида, доставьте себе удовольствие. Будем надеяться, что все эти пандемийные времена, когда-то кончатся, мы снова сможем совершать путешествие старым, добрым способом, глядя в глаза экскурсоводу, общаясь с ним на свежем, вольном воздухе, в том числе и под английским небом. Мои хорошие, до свидания, я обещаю выходить в эфир как можно чаще, несмотря на наш локдаун, на наш карантин. Оставайтесь с Богом, до скорых-скорых встреч!